Все, всем привет, дорогие друзья! Кто-то меня знает, кто-то нет, но тем не менее, я думаю, что Вова потом вам расскажет, кто я такой. Мы начинаем тему стретчинга и будем говорить о растяжке, насколько это необходимо при игре в бадминтон, что необходимо делать для того, чтобы увеличить все свои игровые показатели. А как необходимо тянуться? Потому что люди порой годами делают, не понимая, на что они воздействуют, на какие структуры сильно тянутся, слабо тянутся, эффекта нет. Поэтому нам необходимо сейчас с вами просто определиться, насколько нужно человеку, в принципе, делать больно или же не нужно делать больно. Когда выполняли растяжку, наверное, вы испытывали боль в растягиваемой мышце. Это рефлекс, и, в принципе, мы не можем никак это контролировать. Это защитная реакция организма на растяжение в мышце. Мы двигаемся в поседневной жизни в неких амплитудах. И мало, когда используем максимальные амплитуды движения в суставах, вообще всевозможные, которые только есть. И как только мы приближаемся к этой некой амплитуде, где мы никогда не были, то организм начинает защищаться, мышца начинает растягиваться, и организм, защищаясь, посылает импульс на сокращение в той же самой мышце. Мышца начинает удлиняться. Сразу же рефлекторно посылается импульс на то, чтобы эту мышцу обратно сократить. А теперь вопрос. Должно ли быть нам больно при растяжке? Конечно же нет. Вы прекрасно понимаете то, что цель растягивающих упражнений – снять напряжение для того, чтобы мышца удлинилась. Но как только организм начинает защищаться от нас, то эта же мышца начинает напрягаться. И здесь, получается, для многих это будет достаточно сложно понять, потому что даже в той же самой художественной гимнастике все делают через боль. Фактически растягивающие упражнения через боль направлены на то, чтобы дестабилизировать всю систему. Дестабилизировать связки, которые начинают скреплять кости. И в том числе и формируются неоптимальные мышечные связи. То есть мышца в этот момент не расслабляется, она скорее становится более сильной. И здесь же мы не достигаем того, что могли бы быть. Поэтому здесь нам необходимо, прежде чем мы будем выполнять растягивающие упражнения, определиться с этой шкалой боли. Насколько должно быть человеку больно. Вот если же взять единичка, где ничего не чувствую, ничего не чувствую, то есть в хорошем смысле этого слова. То есть не больно, все комфортно, все супер. И десятка, где больно очень, и человек уже рефлекторно начинает отдергивать, мы будем работать с вами в диапазоне всего лишь четверка, но максимум пять. То есть в принципе мы должны чувствовать вот это вот натяжение, но оно должно быть очень-очень приятное. Ни малейшего намека не должно быть на то, что мышца, она начинает сокращаться, и судорожно начинает дергаться. Это не есть хорошо. И понимаю я то, что меня будет смотреть в большей части аудитории спортсмены, спортсмены, ну давайте скажем честно, то, что спортсмены – это люди уже с неким сниженным болевым пороком, они боль воспринимают неадекватно. Поэтому вот как бы это бы ни было, скорее у них даже рецепторы притуплены. Восприятие, оно несколько неадекватное. Поэтому спортсмен, наверное, он должен более щадяще относиться к себе. Дело в том, что если же мы испытываем некую боль, то организм начинает вырабатывать ферменты, те, которые намного более прочные, и ту структуру, которую мы хотим, а это мышца, фасция, оболочка, мышцы хотим расслабить, именно снять напряжение, то организм начинает вырабатывать ферменты, которые, эта же мышца, она потом будет уплотняться, и в долгосрочной перспективе она будет более жесткая, более плотная. Этого мы с вами не допускаем, поэтому здесь главное еще раз резюмируя. Определяемся со шкалой от 1 по 10, где единичка – это не больно, очень комфортно, ничего не чувствую. Десятка – больно, хочется отдернуть. Мы с вами работаем в диапазоне всего лишь 4-5, и все время мы будем брать обратную связь от нашего подопечного, занимающегося.